Слова мне это не описано. Светлый мир. Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики канала и коллеги по заболеванию. В предыдущем видеоролике я обещал посвятить следующий ролик ответам на вопросы. Но в последние два месяца произошло множество событий, в массе которых затерялись многие наши планы и намерения. Просто потому, что обстановка не позволяет сконцентрироваться на множестве вещей, которые оказались нам определяющими в течение нашей, пусть и непростой, но относительно спокойной жизни. Политическую и этическую оценку происходящему ужасу я не стану давать в роликах, посвященных диетическому питанию. После того, как весь этот ужас окончится, и я точно знаю, чем он окончится, я безусловно расскажу о том, что я думаю о всех тех существах, которые виноваты в происходящем. Но будет это не сейчас. И будет это отдельный ролик в другом плейлисте. Поэтому я нынче предлагаю вам вторую часть своего рассказа о кашах и гарнирах, который приобрел, к моему удивлению, поразительную популярность, вместо пространных и очень емких ответов на ваши вопросы. Правда, во исполнении своего обещания я все же очень коротенько отвечу на один вопрос, ответить на который я обещал в первую очередь. А конкретно это был вопрос о невосприимчивости к лактозе при панкреатите и использовании безлактозного молока. Так вот, вкратце дело обстоит примерно так. Прямой зависимости между возникновением или существованием таковой невосприимчивости и панкреатитом нет. Хотя, конечно, какие-то косвенные или вообще малосущественные нюансы могут существовать и, скорее всего, существуют, однако они вряд ли могут стать решающими в возникновении обсуждаемой проблемы. Как факт, утверждение о том, что подобная невосприимчивость является следствием панкреатита, панкреатита не имеют под собой ни физиологических, ни статистических обоснований. Куда более вероятными причинами считаются возрастные изменения в организме человека. На их фоне вот те самые нюансы могут сыграть определенную роль, но это маловероятно. Дело в том, что лактаза, гидролизующая гликозитные связи и принимающая участие в гидролизе дисахарида лактозы, выделяется не в поджелудочной железе, а в тонком кишечнике. Там же и еще позже продукты этого гидролиза всасываются в стенки желудочно-кишечного тракта. Так что панкреатит к секрекции лактазы не имеет никакого отношения. Решающую роль тут играют генетические возрастные изменения и множество других обстоятельств, некоторые патологии или травмы. Что-то без лактозного молока. Не вопрос. Употребляйте на здоровье. Это молоко, в котором лактоза уже предварительно гидролизована с помощью той же лактазы, полученной некоторыми хитрыми путями. Отсюда и вытекает ответ на следующий по этой теме вопрос. Следует ли при употреблении без лактозного молока принимать лактазу? Ответ. В этом нет никакого смысла. Итак, переходим к нашим кашам и отправляемся на кухню. Но перед этим не лишним и для вас, и для меня будет поставить под роликом лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик. Очень любезно, с вашей стороны, будет еще написать комментарий, поставить вопрос и поделиться этим видеороликом в доступных вам соцсетях. Да, и еще, обязательно досмотрите ролик до конца. Я оглашу в конце очень важные для вас анонсы. Для приготовления двух порций сладкого кускуса нам необходимо, собственно говоря, сама крупа, кускус, 300 мл воды, полдесятка мягких сладких вяленых фиников, половинка очищенного яблока, чайная ложка сахара и немножечко соли. Для начала ставим на огонь нашу воду. Вы уж извините, если придется иногда прерываться. У нас тут время от времени, знаете ли, воздушная тревога звучит. Бросаем в воду наш сахар и соль и доводим воду до кипения. Пока наша вода закипает, мы предварительно готовим наше яблоко. То есть просто режем его на очень небольшие кубики. Все это готовить было значительно проще в условиях, как вы все считаете, тотального нацизма, бандеризма, милитаризации и прочего. Ну ничего, мы, украинцы, довольно быстро научились жить, работать в условиях войны, которую нам навязал президент России, а вместе с ним и все российское население. Вот, порезали на мелкие кубики и отправляем в микроволновку для запекания на 4 с половиной минуты. И готовим наши финики. Собственно говоря, просто вынимаем из них косточки и режем их пополам. Можно и не резать, но косточки вынуть обязательно надо. Вода закипает, а потому мы готовим к варке наш кускус. отмеряем по объему 250 миллилитров. Всыпаем кускус в кипящую воду и постоянно размешивая варим в течение двух минут. кладем две чайные ложки масла, финики и печеные яблоки. Доливаем немного, буквально 3-4 столовых ложки воды и ставим снова на огонь и доводим до кипения. Накрываем крышкой и даем настояться. Ну и вот он наш сладкий кускус с финиками и печеным яблоком. Потрясающе вкусно. Потрясающе. Для этой каши нам понадобится куриное филе, манная крупа, морковка, луковица, соль. Все. Итак, для варки берем кусочек филе, развиваем его, чтобы он быстрее сварился и ставим варить. То есть варим в два приема. Первый бульон сливаем. И все. Варим пять минут после закипания. Воду выключаем. Первый бульон сливаем. Снимаем с огня и сливаем. Мясо обмываем и снова ставим на огонь. И теперь кладем туда морковку и хорошо предварительно ошпаренный лук. И продолжаем варить бульон. Когда морковка сварилась, мы можем считать, что бульон готов. Поскольку мясо и так было уже наполовину с вармом готовым. Отсаживаем бульон. Отсаженный бульон слегка разбавляем кипяченой водой. он у нас выкипел и получился слегка более крепким, чем нужно. Вот. И теперь ставим на плиту и на этом бульоне варим нашу манную кашу. Поверьте, это очень вкусно. Очень. совершенно понятно, что варим так же, как и на молоке, все время помешивая. Для того, чтобы не образовывались комочки. До консистенции очень густой сметаны. Вот какая чудесная, фантастически вкусная каша. сегодня у нас рецепт в двух вариантах нашей каши. Поэтому и продукты представлены в двух частях. Вот наша основа это наша гречка и тыква. Вот такая симпатичная. И продукты для варианта сладкой каши и продукты для каши с мясом. Что нам необходимо для сладкой каши? Ну, вот мы берем некоторое количество такой хорошей, не слишком твердой кураги и немного, буквально 40 грамм молока. для каши с мясом нам необходимы немножко масла, конечно, не весь этот кусочек, а всего пару чайных ложек, пару ломтиков запеченного куриного филе и вот такая небольшая симпатичная чиполинка луковичка. Ну, и, конечно, немного соли. Сахар нам не нужен. Конечно, для начала необходимо произвести некоторые подготовительные работы и одна из них, самая первая, которую я обычно выполняю, это запаривание кураги. Заливаю ее крутым кипятком и накрываю за время приготовления каши я еще раз это сделаю для того, чтобы курага распарилась хорошенько. чистим и режем. Чистим и режем тыкву. Стараемся тыкву порезать очень тоненько. чтобы она можно быстрее соврелась. И что естественно ставим тыкву вариться. а в это время совершаем еще одну маленькую подготовительную операцию. Готовим наш лучок. Чистим и нарезаем лучок. Хорошенько его ошпариваем и помещаем в небольшую посудку. и отправляем буквально на одну минуту в микроволновку. После чего вынимаем и кладем в него одну чайную ложку масла сливочного. Снова таки накрываем и ставим пусть себе когда тыква покипит минут 7-8 варим в подсоленной воде нашу гречку и варим ее до почти полной готовности минут 20 и пока гречка варится еще раз запариваем курагу после чего все снимаем с огня и вполне определенным образом соединяем нашу гречку с тыквой размешиваем поскольку тыква уже готова это делается совсем-совсем легко и снова ставим на огонь еще на 5 минут в открытой посуде при этом конечно постоянно помешивая ну вот каша практически готова но поскольку я сегодня готовлю ее в двух вариантах я делаю вот такую вот небольшую операцию вы поймете я разделю нашу кашу пополам и вот для чего более густую часть я снимаю вынимаю и вам этого всего не придется делать поскольку ваш выбор будет сделан заранее а вот в эту часть в эту более жиденькую часть каши я выкладываю нашу запаренную курагу доливаю туда наши 30 грамм и снова ставлю на маленький огонек буквально на 2-3 минуты а сладкую нашу кашу через 3 минуты кипения выключаю накрываю пусть допаривается а вот эту часть каши я слегка подсаливаю кладу туда еще немножечко масло выкладываю туда наш запеченный мучок и ломтик куриного филе и получаю замечательное блюдо запеченное куриное филе с гарниром ну вот пробуем нашу замечательную кашку как здорово очень очень специфический вкус который мне кажется присытиться невозможно приятного всем аппетита вот и анонс 24 февраля настали другие времена пришла другая действительность навсегда изменившая множество всего в том числе актуальность соотношений аудитории в ютубе вполне возможно что довольно скоро ютуб будет заблокирован для российской аудитории и далеко не все смогут обойти эту блокировку с помощью VPN к тому же ментальность немалой части аудитории тоже коренным образом меняется это вовсе не значит что я перестану выпускать свои ролики на русском языке ведь их смотрят не только граждане страны агрессора немало зрителей моих роликов живет в странах Балтии Кавказа Средней Азии но начиная с нынешнего ролика языковые приоритеты будут изменены сначала создается ролик на украинском языке затем он адаптируется на английский а уж потом он будет опубликован на русском хотите обижайтесь хотите нет можете даже не подписываться на канал смотреть эти ролики вы все равно будете поскольку они вам нужны всем доброго здоровья и приятного аппетита